В целях совершенствования взаимодействия сил и средств действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также подготовки органов управления сил и средств служб гражданской защиты к пожароопасному периоду, вблизи села Казыл-Кайнар на трансграничной территории Жамбулского района нашей страны и Таласской области Киргизской республики проведено показательное пожарно-тактическое учение по тушению условного природного пожара. Основная задача сотрудников служб экстренного реагирования – не давать огню распространяться. На учениях пожарные из двух соседних стран обменялись своим опытом. Сотрудники пожарной безопасности совместно потушили лесной пожар. В ходе учения всего было задействовано 30 единиц техники и 134 человек. Сейчас наглядно мы можем видеть то, что наши спасатели во взаимодействии со спасателями Казахской республики тушат пожар на приграничной территории. Для чего мы это учение проводим? Чтобы на случай таких условных пожаров проверить технику, личный состав, оборудование, как они обеспечены, оборудованы. Степных пожаров с начала года, это пожарной области, 22 пожара, степных пожаров произошло. На контроле держим области, везде у нас сейчас пожароопасный период, мы все перешли на усиленный вариант несильный службы, личный состав. Главный момент, это было достаточно, на все выезда, выезжая, обеспечивая безопасность. В палящую жару высока опасность пожаров на пастбищах и в лесных массивах. Основная причина в том, что люди выбрасывают табачные отходы, пластиковые и стеклянные бутылки в открытой местности. Из-за такого безразличия и халатности людей во многих регионах вспыхивают пожары и происходят трагические случаи. Для охраны лесного фонда у нас работает 61 пост, дежурство у нас 24 часа. Помимо этого, все сотрудники обеспечены полностью материальной технической базой. Проводится космомониторинг. Предотвратить появление огня легко. Достаточно просто убирать за собой мусор и не оставлять на открытой местности легко воспламеняющиеся предметы. Но если огонь все-таки начал распространяться, то потушить его и устранить все последствия будет очень сложно. Поэтому специалисты просят жителей убирать за собой мусор во время отдыха на природе. Илария Вавлиди, Ермек Кенчимбек, Айхына Кпарат.